И юные патриоты со всей России собрались в лагере «Джем». Сейчас там уже завершилась первая смена проекта «Страна героев» и стартовала вторая. Это лагерь для детей, которые гордятся историей страны и чтят память предков. А на днях к ребятам приезжали гости из подразделений МВД. Зачем узнала Екатерина Лазарева. Эти собаки – специальные гости на смене «Страна героев». В лагерь «Джем» они приехали, чтобы показать возможности кинологической службы. Зола помогает в поиске людей. Радикал хорош при задержаниях, а без гильзы не обходится поиск взрывчатки. Сейчас пистолет заберу! Немецкой овчарке Золе уже пять лет. На пенсию собаки, как правило, уходят восемь. Поэтому эта красавица уже опытный профессионал. За свою практику раскрывала как мелкие кражи, так и находила потерявшихся малышей. Самое главное – собаки должны быть активными. То есть хотеть работать. Если собака не хочет работать, мы не сможем ее уже заставить. Потому что вся дрессировка у нас происходит только на положительном. Не менее интересная работа и у сотрудников ДПС. Они тоже приехали пообщаться с ребятами. Рассказали про свое оборудование. Включаем и замеряем цветоправонарушаемость. И он показывает, что менее 70% водитель привлекается к административному правонарушению. А именно наказание в виде штрафа. А криминалисты показали, как у подозреваемых выявляют отпечатки пальцев. Все необходимое для дактилоскопии есть в этом чемодане. Кисточка и баночка с порошком. Для бумаги и стекла магнитный состав. Для металла – немагнитный. Все? Все? Подождите, я-то. Ну-то вы все, уже там червони не попьете. С нюансами работы правоохранителей познакомились 300 ребят. На смене страны героев четыре направления. Защитники изучают военную подготовку. Хранители истории занимаются поисковой и археологической работой. Волонтеры Победы учатся проводить патриотические акции. А медиа помогают в их освещении. Каждый ребенок пишет либо индивидуальный, либо групповой социальный проект. То есть направлено на патриотику. Развитие патриотизма у нас в России и в целом Ульяновской области. Программа насыщенная. Например, хранители истории уже успели провести импровизированные раскопки. Предметы для поиска предоставили ульяновские музеи. Среди них и эта каска, найденная в Белоруссии. Ее считали безымянной, пока ребята при зачистке не разглядели инициалы. Нам рассказывают про основы работы в архивах, про учебную гуслумацию. Сейчас мы начали создавать музей. Мы зачищаем предметы, которые откопали в земле. И будем вставлять сегодня экспозицию. Проект «Страна героев» реализуется по всей России. Участие бесплатное, но путевки предоставляются по итогам конкурса. Необходимо отправить портфолио. В Ульяновске проект проходит впервые. Первая смена оказалась успешной и уже подходит к концу. А вторая стартует на следующей неделе. Екатерина Лазарева, Денис Миронов. Вести. Ульяновск.